День пожилого человека А как же представлен образ пожилого человека в литературе? Вот, к сожалению, в русской литературе, в отечественной, я не смогла вспомнить ни одного произведения, где пожилой человек был бы представлен как сам по себе, как личность, где было бы сказано, что его волнует, его мысли, его чувства. Чаще всего он представлен как предаток, как часть какого-то целого повествования. Чья-то бабушка, чья-то дедушка, сосед, соседка и так далее. О нем мы узнаем только из реплики или поступков других героев. Совсем иначе обстоит дело в зарубежной литературе. С приходом старости жизнь не заканчивается. У пожилых людей, как у людей любого возраста, есть свои обыкновенные желания. Быть активными, здоровыми, иметь живой ум, заниматься любимым делом. Истории, представленные в нашей подборке, рассказывают об этих простых и понятных желаниях. О том, как человек переживает свое старение, что он думает и чувствует. Данные книги я бы советовала прочесть никак не пожилым. Они и так все про себя знают. Я бы порекомендовала их книги. Всем, кто не может понять и применять своих стареющих, папу, маму, коллег, родственников и так далее. Найти с ними общий язык. Можешь скрывать, я сама стала по-другому смотреть на пожилых. Вдруг понят, что стареющие люди остаются такими же, какими были прежде. Только передвигаются медленнее, плохо видят мелкий швим. И иногда забывают, куда положили ключи. А в остальном они такие же. Первыми в нашем списке стоят романы, ставшего популярным в последние годы шведского писателя Фредерика Бакмана. Герой его романа «Вторая жизнь Уви». Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. И здесь была предмарит, пожилые люди, прожившие жизнь, перенесшие утраты, но открывшие для себя что-то новое, что-то, ради чего стоит жить дальше. «Вторая жизнь Уви». Это история о пожилом мужчине с большим, но добрым сердцем. Уви ворчливый, чем-то недовольный и чуточку занудный. Он, как и многие из нас, полагает, что нас окружают преимущественно идиоты. Соседи, которые неправильно паркуют свою машину. Продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке. Бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Лишившись самого доброго и светлого, что было в его жизни, жены Сони, Уви решает покончить с собой, чтобы отправиться вслед за любимой. Однако необходимость решать проблемы, вмешиваться в дела этих самых идиотов-соседей, нарушает планы главного героя. «Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить». Уви, надо идти вперед. Следующая книга Фредерика Бакмана. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Написано от лица маленькой девочки. Эльси скоро исполнится 8 лет. Она живет с беременной мамой и ее бойфрендом Джорджем. У нее есть папа, который тоже встретит с другой девушкой. И бабушка. Лучшая бабушка в мире. Бабушка, которая умеет рассказывать удивительные истории. И поддерживает внучку во всем. У бабушки есть две суперспособности. Спасать чужие жизни и вносить в ее мозг. Но совсем неожиданно для Эльсы бабушка умирает. И оставляет ей письма, которые нужно передать адресатам. А параллельно Эльса узнает настоящую бабушку. Ее настоящую и совсем-совсем не шоколадную жизнь. Понимаешь, у бабушек есть право скрывать от внуков свои дурные стороны. Бабушки не рассказывают внукам, какими паршивками они были того, как стали бабушками. В этой истории поднимаются болезненные и очень живописущие темы. Тема сложных отношений между матерью и дочерью. Тема застарелых обид. Тема выбора между профессиональным долгом и семьей. Тема ухода из жизни. И попытки найти общий язык. И заварить вину. И поддерживать близкие отношения, даже живя. Героиней следующего романа «Здесь была Брит Мари». Мы познакомились еще в предыдущем романе «Бабушка велела кланяться». Брит Мари соседка главных героев. И если честно, она не вызывает никакого сочувствия. Эта женщина, смысл жизни которой только в том, чтобы сохранять одно ей видимое приличие. Ее идеал – приличные люди. Она давно замужем. Каждый день стирает мужу кем-то пахнущей чужими духами рубашки. Ждет его до полуночи с остывшим ужином. И отказывается понимать очевидное. Несколько лет превратились в еще несколько лет. А еще несколько лет превратились в жизнь. И однажды утром обнаруживаешь, что позади осталось больше жизни, чем впереди. И не понимаешь, как же так вышло. Однажды, оставив мужа после сорока лет брака, Брит Мари перебирается в крохотный городок, загибающийся под гнетом финансового кризиса. Начинает работать в местном молодежном центре. Становится тренером футбольной команды. В частюлю Брит Мари заводит дружбу с крысой. Заводит поклонника. И в конце уезжает навстречу своей мечте. Возможно, даже в Париж. После прочтения истории Фредерика Бакмана совершенно иначе начинаешь смотреть на вошливых стариков, которые вечно всем недовольны. Это книги, которые стоит прочесть. Стоит прочесть, когда кажется, что все потеряно, и ты застрял в тупике. Стоит прочесть, когда чувство одиночества наполняет твой мир. Стоит прочесть, когда теряешь веру в любовь и человечество. Следующий роман, о котором мне хотелось бы сказать, это «Катушка синих ниток» американки Энн Тайлер. На первый взгляд, это обычная семейная история. Самой-самой заурядной семьи среднего класса. Главные герои Эбби и Рэд. И четверо их взрослых детей. Иногда мы вспоминаем и Джуниоры, и Линни, родители Рэда. Как любая семья, семья Уитшенко имеет в своем багаже не только радостные воспоминания о семейных праздниках, но и ажиотирование, ревность, обиды. Но на мой взгляд, ценность данного произведения не столько даже в перепятиях семейной саги, у американцев вообще очень много семейных романов, а именно в том, как показано старение Эбби. Как дети пытаются заботиться о безопасности стареющих родителей. Учатся тактичности. Учатся вести себя с пожилыми людьми, которые таковыми себя не считают. Неужто в голову не приходит вспомнить, что сегодняшние так вызываемые старикашки еще недавно, черт побери, курили марихуану, повязывали голову банданами и устраивали пикет у Белого дома. Аманда однажды укорила Эбби за то, что та использует слово «клевый». Ужасно, когда пожилые пытаются подражать юнцам. Она что, не понимает, что слово «клевый» появилось даже не во времена молодости Эбби, а гораздо раньше. Эта книга – очень спокойное повествование о жизни семьи. Без лихого сюжета, тайн, которые обязательно должны быть открыты в конце. Эта книга как личный дневник. Который кто-то вел, вел, а потом вдруг раз и перестал. Вторник, 1 января 2013 года. Не люблю я стариков, хотя бы и в Новом году. Шаркающая походка, ходунки, неуместное нетерпение, вечные жалобы, булочки к чаю, охи, ахи, стоны. Мне самому 83 года. Так начинается одна из моих самых любимых книг – записки Хендрика Груна из «Амстердамской богодельни». Главный герой романа, Хендрик Грун, проживает в доме престарелых в Амстердаме. Главное развлечение этого дома – телевизор, совместные игры, главное соревнование, у кого больше болячек, опухолей, главная интрига, что будет в меню на ужин, и кто умрет раньше. 1 января 2013 года Хендрик Грун решает вести дневник. И мы проживаем весь год, 2013 год, этого Хендрика, 83-летнего пожилого джентльмена, наблюдаем за жизнью в доме престарелых, знакомимся с его друзьями, расстраиваемся вместе с ними, совершаем различные путешествия, входим в музеи и так далее, вместе с этим стариком. Я бы даже не назвала Хендрика стариком. Это действительно пожилой джентльмена, который в 83 года прекрасно помнит свою семью, начинает новый роман, заботится о своем друге. В этой книге лучше всего показано, чего на самом деле боятся пожилые люди, что они думают, чего опасаются, как стараются сохранить достоинство, теряя силу. Хендрик не раз задается вопросом, как можно чувствовать себя человеком, нося памперс. Хендрик и его друзья из дома престарелых решают создать свой собственный клуб, который называют «Снонем». Старые, но не мертвые. И вот эти 80-летние старички и старушки придумывают себе программу развлечений, ежемесячно посещают какие-то ресторанчики, ходят в клуб для гольфа, играют на бильярде, посещают гонки, отправляются даже в маленькие путешествия. Это удивительная книга. Трогательная, нежная, ироничная, грустная, страшная и правдивая. Книга о том, как мы уходим из жизни, медленно, днем за днем. Как жизнь забирает в нас все, что мы любим, и чем дорожим. Такая тихая самоирония перед ужасом потери себя, когда руки и ноги, зрение, слух, да сама голова перестают поминоваться. Тонкий юмор последних дней жизни. Эту книгу я советую прочитать всем, кто уже старше 40. Еще один роман, о котором сегодня мы упомянем, это роман Фенни Флэк «Жареные зеленые помидоры в кафе полустанок». Наверное, многие из вас знают сюжет этого романа. 48-летняя Эвелин Коуч, не очень уверенная в себе, полноватая, строгая дама, переживающая кризис среднего возраста, приезжает в дом престарелых, проведет все кровь. У нее с ней не очень хорошие отношения, и поэтому Эвелин выскальзывает в коридор, где знакомится с болтливой старушкой Ниньей, которая просто, разведяя руками, решает, ну, по крайней мере, дает советы, как решить все проблемы Эвелин. Депрессия. Ха! Так это ж климак. 48 лет – самое нормальное. Нужно просто сходить к врачу, и он пропишет гормоны. Толстая. Ха! Так зато кожа прекрасная, да? Боишься так заболеть раком? Да ты что? У людей с таким цветом кожи не бывает никакого рака. А что же сама Ниня? Ой, Ниня, 86 лет, прожила прекраснейшую жизнь. Девочкой осиротела, но попала в замечательную, пусть бедную, но очень хорошую семью. Вышла замуж, родила малыша, умственно отставила. Но зато 40 лет у нее был собственный малыш, о котором можно было заботиться. А сейчас 86 лет? Нет, ну, конечно, она не может уже залезть на табуретку или вообще подняться сама по ступенькам без помощи. Но вообще в целом все очень и очень хорошо. Роман Фенни Флэк заставляет задуматься о многих вещах. О дружбе, о любви, о людях и о целях нашего существования. А также поднимает настроение и заряжает позитив. Желаю вам приятного чтения и большего понимания в общении со своими старшими родственниками, коллегами и знакомыми. А закончить наш сегодняшний обзор мне хотелось бы цитаты из моей любимой книги записки Хендрика Грумана. Я должен быть благодарен судьбе за каждый счастливый день и стараюсь изо всех сил, только их порой маловато. Я не упущу мой Новый год. Настанет весна, и мы поедем в религационную экскурсию, и будем дрожать от страха, что не выдержим, но дрожь пройдет сама собой. А после поездки я буду строить новые планы. И пока ты строишь планы, ты живешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова